Добрый день! В эфире информационный выпуск «Еселяк Парад» в студии Кирилл Потемкин. Плохие времена прошли, начинаем восстанавливаться. По итогам первого квартала социально-экономического развития нашей области, большинство основных показателей превышают прошлогодние, за исключением сельского хозяйства. Валовый выпуск продукции данной отрасли снизился почти на 2,5%. С чем это связано, когда исправят ситуацию и какие еще вопросы обсуждали на заседании Акимата, расскажет Илья Кудряков. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства снизился почти на 2,5%, при том, что во всех районах области, кроме Козылжарского, фиксируется рост. Низкий показатель, прежде всего, связан с птичьим гриппом 2020 года, отметили на совещании. Местная птицефабрика до сих пор не может выйти на прежние мощности, из-за чего страдает экономика всей области. В период эпидемии общее число изъятой птицы дошло до 1 миллиона голов. Компенсация составила 18 миллионов тенге. Мы видим, что наши птицефабрики планомерно наращивают производство яйца. Якорская птицефабрика произвели уже 14 миллионов штук. Ферма Олекри – 3,9 миллионов. Адель Кус планирует производство яйца уже в мае текущего года. Вместе с тем, по Бишкольской птицефабрике непонятно, почему там пока ничего не происходит. На сегодняшний день 25 тысяч голов птицы завезено. В июле месяце планируется завоз еще 100 тысяч. На сегодняшний день на данной птицефабрике имеется к реализации 30 тысяч утят. Помимо этого, они немножко перепрофилировали свой положитель. С Германии завезли маточное поголовье в количестве 11 тысяч голов. Мы ожидаем, что на те параметры заданные мы уже должны выйти. По яйцу? По яйцу, да. А вот в производстве мяса и молока наблюдается положительный рост. Введенные в эксплуатацию молочно-товарные комплексы начали давать свой результат. Лидерами стали Таиншинский, Мамлюцкий и Сильские районы. А вот аутсайдерами снова стал Кызылжарский и областной центр. Динамика закупа КРС увеличилась, за исключением Тимирязевского и Таиншинского районов. Если же в Кызылжарском причины снижения показателей объективны, то в остальных картина не ясна. Давайте, какие мы районы послушаем. В прошлом году, в этом году произошла выбраковка у первого Майс-Ливера. То есть данное предприятие сейчас избавляется от непродуктивного скота, высоко-мископродуктивного вернее. И приотапивается на высокопродаводе высокопродуктивного скота. Мы планируем где-то в середине, вернее, после второго класса, вот в этом квартале уже в управлении. Затронули и промышленную отрасль. Рост составил 110%. Цифра выше среднереспубликанской. Продукции за первый квартал выпустили на 76 миллиардов тенге. Добиться высоких показателей удалось благодаря заводу имени Кирова, ТО «Поиск», «Кул Инфинити» и «Зик-100». К сожалению, допущено снижение производства на ПЗТН. ПЗТН пока ситуация не выравнивается. Мы надеемся, что та реорганизация, которая пройдет, она даст какие-то результаты. За последние годы отрасль строительства начала быстро развиваться. По итогам трех месяцев наблюдается рост в полтора раза. Лучших показателей по строительству добились в Айртауском, Уалихановском и районе Макжана-Жумабаева. А вот отрицательная динамика в Акжарском, Тимирязевском и Мамлюцком районах. Все районы, за исключением, может быть, близлежащих, находятся в одинаковых условиях. Но другие районы находят способы, выходят с этой ситуации. Здесь, значит, трех районах у нас нет. Канал Таржанович, что совсем ничего, значит, там у вас ничего не происходит, а? Три месяца прошло. Замечание вам за первый квартал за то, что эта работа вообще не проводилась. Что это такое? В Айрхановском районе, значит, работа идет с соседями рядом? У вас нет. Сегодня некоторые руководители и по районам, и управление получат административное взыскание за вот эту недобросовестную работу в плане проведения конкурсов, подготовки своевременных документов и так далее, и так далее. Второй вопрос на повестке дня – подготовка к посевной кампании. В этом году увеличили земли под гречиху. Сеять теперь будут 10 тысяч гектаров. Все комплексные предпосевные мероприятия выполнили в срок. Оптимальные сроки села зерновых культур в этом году с 13 мая по 5 июня. Масличных и зерномобовых – с 12 по 28 мая. Картофеля – с 15 по 31 мая. Добиться высоких показателей без внесения минеральных удобрений будет практически невозможно, отпечатают специалисты. В целях повышения урожайства сельхозяйственных культур и сохранения плодородия почв в текущем году в сельхозторопроизводительной области прогнозируется приобретение и внесение в почву минеральных удобрений в объеме 160 тысяч тонн. В прошлом году данный показатель был 135 тысяч тонн минеральных удобрений. Заключены договора на сегодняшний день на приобретение минеральных удобрений с отечественными заводами у поставщиков на общий объем 126,6 тысяч тонн или 79% от запланированных. В прошлом году на эту дату было заключено всего 85 тысяч тонн удобрений. Соблюдение агротехнологий, внесение минеральных удобрений, сорта, обновление семян, закуп новой техники. На будущее урожай влияет множество факторов, в том числе и погодные условия. В конце декады снова ожидается понижение температуры воздуха ночью до минус 1 градуса. А вот май порадует нас теплой погодой. Май средняя замес температуры воздуха ожидается около нормы. Норма 12-13 градусов. Первый и во второй декадах май территория области будет находиться под влиянием циклонов и атмосферных фронтов, которые вызовут неустойчивую погоду с перепадами температуры воздуха, осадками и порывистым ветром 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-29 метров в секунду. Ожидаются колебания температуры воздуха ночью от 0,5 тепла, местами 5 мороза до 10-15 тепла, днем от 5-10 до 18-23 тепла. Все составляющие для качественного проведения весеннеполевых работ у сельхозтоваропроизводителей имеются. Остается только сделать все в срок. Илья Кудряков, Анатолий Белоног, Служба новостей. По миллиону тенге выплатят каждому ветерану. 76-ю весну со дня Великой Победы в Североказахстанской области встретят 27 ветеранов и около 5 тысяч тружеников тыла. Какая помощь будет оказана в этом году воинам, сражавшимся за родину, узнаете далее. Прошло уже 76 лет с момента окончания Великой Отечественной войны. В ней приняли участие более 92 тысяч граждан Североказахстанской области. 56 из них получили звание Героев Великой Отечественной войны. 11 стали кавалерами Ордена Славы. А 45 тысяч человек пропали без вести и погибли на полях сражений. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулся огонь Великой Отечественной войны. Великой Отечественной войны Самый молодой ветеран Великой Отечественной войны 95-96 лет. Естественно, да. Поэтому в этом году принято вот такое решение. К 9 мая этим людям, участникам Великой Отечественной войны, решено выплатить порядка миллион тенге каждому ветерану. Также в Североказахстанской области насчитывается 5,5 тысяч тружеников тыла. В этом году им выплатят материальную помощь по 15 тысяч тенге. По 30 тысяч получат 137 человек, это награжденные орденами и медалями за воинскую службу в годы Великой Отечественной войны. Также в этом году средства от общегородского субботника будут направлены на оказание дополнительной помощи этим людям. В преклонном возрасте они все нуждаются в опеке и помощи. Поэтому круглый год мы их держим под надзором, под вниманием. Может быть где-то что-то надо, какие-то лекарства или какие-то медицинские помощи. Бывшие узники концлагерей, гетто и других мест принудительного заключения получат выплату в размере 100 тысяч тенге. Таких в области 20 человек. Граждане, работавшие в период блокады в Ленинграде, 8 человек получат помощь 60 тысяч тенге. Мадина Нуркина, Адиль Нуржанов, Служба новостей. С января 2021 года по инициативе президента Республики Казахстан Касыма Жумарта Тукаева стартовала специальная программа «Ансаган Сабе». Она призвана решить проблему казахстанских пар, отчаявшихся иметь детей. Количество выделяемых квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения увеличилось до 7 тысяч. Подробности далее. Инициатива усилить поддержку бездетных казахстанских семей исходит от президента страны. В своем послании на 2021 год он поручил выделить в 7 раз больше квот на проведение экстракорпорального оплодотворения. На Североказахстанскую область предоставлено 208 квот, которые уже начали осваивать. Для сравнения, в 2020-м их выделялось 37 штук на регион. Они предназначены семейным парам с женским и мужским бесплодием. Таких пар в Североказахстанской области 978. На сегодняшний день мы сейчас с комиссией при управлении здравоохранения уже дали 65 квот вот этим семейным парам, которые уже уехали. 25 женщин из них уже в программе, то есть с ними работают уже специалисты репродуктивных вот этих центров нашей страны. Для того, чтобы участвовать в программе, необходимо сдать все анализы в поликлинике по месту жительства. Затем с результатами обратиться в перинатальный центр к врачу-репродуктологу, где будет сформировано направление на квоту. Клинику, в которой будет проведена процедура экстракорпорального оплодотворения, семейная пара выбирает по желанию. В Казахстане на сегодняшний день работают 24 центра репродуктивной медицины. Супружеская пара проходит полностью общеклиническое обследование, осмотр специалистов. То есть все вот эти заключения вы собираете и приходите к нам, наш репродуктолог, значит он выставляет причину этого бесплодия. К слову, пары, у которых не получилось с первой попытки, могут повторить снова по квоте, но уже на следующий год. Мадина Нуркина, Рустам Тлеужанов, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Больше новостей узнаете в итоговых выпусках. Есть и лакпарат.